Отримать коммунальные послуги у термины в полном объеме, а не заплатить по их. По таким принципам денеживают многие жихары столицы. Масштаб проблемы ЖКГ тысячи злостных неплательщиков. Бюджет своего часового неодотримливая миллиарда рублей, а значит сродка на капромонты и доброго парадка в недворовых подъездов не хапает. Как с хранишных должников не снять утриманцами и чему выгодно заплатить за послуги ЖКГ, Алексей Кондратенко разбирался в пытании. Экономист Владимир Устинович по призвании грамадский деяч. Доброго парадка в недворовых территорий только частка миссии органа грамадского самокирования, який он узначалюе. Пропаганда своей часовой оплаты послуг ЖКГ не меньше важная праца. Мы напрямую сотрудничаем с жилищно-экплатационными участками, с расчетно-справочными центрами. Участвуем во всех рейдах по неплательщикам. Вот, обходим, просим оплатить, разъясняем, что будет, если вовремя не оплатить коммунальные услуги. Списы с неплательщиками во Владимира зауседы под рукой, але у масштабах своего ЖУ должников одинки. Чого не скажешь про увесь город, костяк злостных должников, тех, кто игнорует оплату больше за полгода, або зусим не платить по некольки годов, свыше полтысячи человек. Зрешты, у таких ситуациях дейничают санкции. У лепшим выпадку отключать электричность або водозабеспечение. У горшим выселить со своего жилья. Только в минулом году в столице со своими квартирами примусова расстались 14 человек. С их 11 злостных неплательщиков переселили в больше степлое жилье. Але и такие погрозы не поуплывали на гэтую меньшанку. Запасыщенности с пеней у яена 9 миллионов рублев. Сумма для семьи, где працует одна жанжина, неподъемная. С таким багажом на интервью погодилась, але инкогнито. У нас была по воде задолженность, потому что я не подавала данные на воду. И у нас наросла сумма 3-4 миллиона. Муж мой пытается устроиться на работу, но его на работу не берут, потому что он судимый. У меня сейчас заработные платы высчитывают деньги. Небольшие суммы высчитывают, но высчитывают. Зрешты, гэта той выпадок, коли выход есть. Головная списать сумму основного долгу. Пеню могут даровать. Например, если человек длительное время находился в лечебном учреждении каком-то, у него тяжелое материальное положение. Мы ему разъясняем, что в случае, если он соберет справки в отношении каждого члена семьи и предоставит нам в расчетно-справочный центр, мы выходим в квартиру, смотрим, какое материальное положение у этого человека и передаем документы в администрацию советского района. Рейды по квартирах злостных неплатильщиков в Минску протягнутся. Тут важно не наполохать, а проинформовать и попередить. Коммунальные службы отзначают навод невеликий процент долгу, яке вернули по усім городе, поуплывая на доброго парадковане двору и подъездау. Алексей Кондратенко и Виктор Борисов, агентство Талиновин.